Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Новый год не за горами, ты в Ломбард Титан спеши! За подарками для близких от своей большой души! Ломбард Титан для всех и каждого! Два человека получили травмы в результате ДТП в Оричевском районе. Там бесправник на ладе Гранта вылетел в кювет. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла ночью на первом километре трассы Шалегова-Короли. 23-летний водитель лады Гранта не справился с управлением. Легковушка съехала на обочину и врезалась в дерево. В результате происшествия сам водитель, а также его 22-летний пассажир получили травмы. Следует отметить, что водитель управлял транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами, а также отказался от прохождения медицинского свидетельства о состоянии опьянения. Сильнее всех пострадал пассажир Гранта. Его госпитализировали. Водителю же теперь грозит административный арест от 10 до 15 суток. По факту ДТП продолжается проверка. В среду днем в Нововятске на улице Октябрьской водитель Ауди 80 не справился с управлением. Миномарку занесло на скользкой дороге и вынесло на встречную полосу. Машина столкнулась с Тойотой Виста. В аварии повреждения получили только автомобили. Гололед стал причиной еще одной аварии в Кирове. Женщина на Пежо 308 ехала по улице Пролетарской и перед пересечением с улицы Ленина хотела остановиться. Однако из-за скользкой дороги иномарку вынесло на перекресток. Пежо врезалась в автомобиль Рено. Никто из водителей не пострадал. Автомобили получили незначительные повреждения. В среду вечером на улице Ленина водитель Рено Сандера поворачивал налево и не уступил дорогу встречному Митсубиси. Машины столкнулись. В итоге никто не пострадал. В отношении водителя Рено инспекторы составили протокол за опасный маневр. Сергей Пичугин. Место происшествия.